Всем привет! Сегодня мы с вами готовим 7 быстрых, вкусных, полезных завтраков на 7 дней. Мы все знаем, что завтрак это залог хорошего продуктивного дня, но не всегда есть желание и идеи что-то готовить утром. Поэтому я решила с вами поделиться идеями очень классных, здоровых, действительно быстрых и очень вкусных завтраков. При этом каждый завтрак повторяется всего лишь один раз в неделю, поэтому он никак вам не надоест. И у вас есть меню на целую неделю, вы в воскресенье можете купить все продукты, прописать в какой день, какой завтрак вы будете готовить. И не тратить силы и энергию на то, чтобы придумывать, что же такого завтра утром приготовить и быстренько бежать за продуктами. Начинаем приготовление с авокадо-тоста. Для этого нам понадобится тостовый хлеб, авокадо, помидорки черри, яйца руккола, сливочный сыр, соль, перец и прованские травы. Смазываем хорошо разогретую сковородку сливочным маслом и поджариваем с обеих сторон хлеб. Но если у вас есть тостер, это вообще идеальный вариант. Смазываем поджаренный хлеб сливочным сыром. Разрезаем и очищаем авокадо. Нарезаем на кубики и измельчаем вилкой. Выкладываем авокадо на тосты. Тонкими ломтиками нарезаем помидоры черри и кладем на авокадо. Присыпаем прованскими травами. На разогретой сковородке жарим яйца. Я их жарю вот в таких металлических кольцах. Главное, как только яйцо схватилось, сразу же кольцо снять. Ну или в конце яйцо просто нужно будет вырезать из кольца. Солим, перчим, добавляем прованские травы. И жарим яйцо до вашей любимой консистенции. Выкладываем яйца на тосты. Присыпаем руколой. И я руколу еще слегка сбрызгиваю оливковым маслом. Вот такие быстрые простые тосты получаются. Авокадо-тост готов. Переходим к приготовлению следующего завтрака. И это вкуснейшая овсянка с пармезаном. Для этого нам понадобится овсянка, вода, сливки, соль, пармезан и сливочное масло. Овсянку можно брать резану длительного приготовления, либо наоборот мгновенного приготовления. У меня овсянка быстрого приготовления, так как у нас завтрак, который нужно приготовить как можно быстрее. Что касается пармезана, он у меня уже натертый. Я покупаю вот такой тертый пармезан, опять-таки, чтобы не тратить утром лишнее время на то, чтобы его натереть. Давайте готовить. Выливаем воду в сотейник, ставим на плиту и доводим до кипения. Всыпаем овсянку, доводим до кипения и варим буквально 3 минутки, если у вас овсянка быстрого приготовления, и минут 15-20, если длительного. Затем добавляем сливки и щепотку соли. Перемешиваем. Добавляем сливочное масло и варим 2 минуты. Добавляем натертый пармезан, провариваем еще минуту. Снимаем с плиты и разливаем по тарелкам. Сверху овсянку можно дополнительно присыпать пармезаном и украсить кедровыми орехами. Овсянка с пармезаном готова. Переходим к приготовлению следующего завтрака. Это ленивые вареники в сметанном соусе. Для ленивых вареников нам понадобится творог, мука, яйцо, сахар. Для сметанного соуса сметана, сливочное масло и мед. Для соуса все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Для вареников творог может быть зернистый. И только в этом случае его нужно будет перетереть через сито. А так как это и время, и энергия, которой еще перед завтраком нет. Можно покупать творог в брикетах. Я беру вот такой вот. Оптимальная жирность творога 5-9%. Обычно беру 5, в этом случае взяла 9. Он без добавок, без сахара. Это чистый творог. И он не должен быть слишком влажный, для того, чтобы хорошо лепился. И в случае ленивых вареников и сырников, творог должен быть максимально сухой. Давайте готовить. К творогу отправляем сахар, яйцо и муку. Перемешиваем руками. Удобнее это делать в перчатках. Уже спустя полминуты получается вот такая пластичная творожная масса. Припыляем поверхность мукой. Обваливаем нашу получившуюся творожную массу в муке, чтобы она не прилипала к поверхности. Для удобства делим на две части. И из каждой части формируем колбаску. При этом не забывайте припылять поверхность. Нарезаем колбаску вот на такие ломтики. Сотейник с водой доводим до кипения. И пока вода закипает, приготовим сметанный соус. Во второй сотейник кладем сметану, сливочное масло и мед. Ставим на плиту и практически на самой низкой мощности плиты, постоянно помешивая, хорошенько прогреваем соус, но при этом не доводим его до кипения. Тем временем вода закипела и мы отправляем в нее вареники. Доводим до кипения и как только вареники всплыли, варим буквально минуту, после чего достаем шумовкой. Тем временем наш соус хорошо прогрелся. Снимаем его с плиты и выливаем на вареники. Он очень классно подходит для ленивых вареников, так как он не такой холодный, не такой контрастный, как сметана, а тепленький и сладкий. Я обожаю такой завтрак, особенно если заготовки приготовить на выходных, либо с вечера. Ну вот наши ленивые вареники в сметанном соусе и готовы. Это не только очень вкусно, но еще и очень удобно, ведь их можно налепить заранее, с вечера, либо вообще на выходных заморозить, утром просто отварить, быстренько приготовить сметанный соус и все готово. Переходим к приготовлению вкуснейшей шапшуки. Для нее нам понадобятся яйца, томатная паста, лук, помидорки, болгарский перец, соль, перец, прованские травы и зелень. У меня петрушка. Мелко нарезаем лук. И обжариваем его на смазанной маслом сковороде на средней мощности плиты. В это время нарезаем болгарский перец. И отправляем жариться вместе с луком. Кубиками нарезаем помидоры. И отправляем в сковородку к остальным ингредиентам. Томатную пасту я развожу водой до консистенции не очень жирных сливок. Но консистенцию вы можете контролировать самостоятельно, исходя из вашего желания. Также вместо томатной пасты вы можете использовать перетертые помидорки, либо томаты в собственном соку. Выливаем томатную пасту в сковородку, накрываем крышкой и тушим минут 10. Спустя 10 минут в овощах делаем лунки и вбиваем туда яйца. Это нужно для того, чтобы шакшука была единой высоты, чтобы яйца не выделялись, а как будто бы утонули в томатной массе. Солим, перчим, добавляем прованские травы по вкусу. И жарим до вашей любимой консистенции. Если вы любите более стабильные яйца, можно прикрыть сковородку крышкой. В это время нарезаем петрушку и хлеб, ведь шакшука подается обязательно с хлебом, либо лепешкой. Я сковородку ненадолго накрыла крышкой. Видите, белки стабильные, но центр жиденький. Снимаем шакшуку с плиты и не забывайте, что в сковородке яйца еще немного доготовятся. Присыпаем зеленью и все готово. Ну вот шакшука и готова. Ее подают к столу в сковородке. И там уже по месту разбираемся, раскладываем по тарелкам, либо едим прямо из сковородки. А если у вас есть специальная сковородка, в которой можно шакшуку и готовить, и красиво подавать к столу с подставкой в виде досточки, будет вообще идеальный вариант. Так что все готово. Теперь я вам предлагаю приготовить гранолу с йогуртом и семенами че. Это тот завтрак, составляющий которого нужно подготовить заранее. То есть заранее приготовить гранолу, с вечера объединить йогурт с семенами че, для того, чтобы утром просто быстренько все собрать и подавать к столу. Что нам понадобится? Йогурт, семена че, орехи, изюм, овсянка, мед и кокосовое масло. Разливаем йогурт по тарелкам. Моего йогурта хватает на две достаточно большие порции. К йогурту добавляем семена че, а слишком много че не добавляйте, чтобы йогурт не стал очень густой, так как будет еще гранола. Перемешиваем и оставляем при комнатной температуре, либо в холодильнике на часа два, но в идеале это сделать с вечера. В тарелку кладем кокосовое масло и мед. На паровой бане, постоянно помешивая, растапливаем. К растопленному маслу с медом добавляем овсянку и орехи. Перемешиваем. Подготавливаем противень с пергаментной бумагой. Выкладываем на него овсянку и распределяем. Отправляем гранолу в разогретую до 160 градусов духовку на 30-40 минут. Примерно каждые 10-15 минут промешивайте гранолу, для того, чтобы она не слипалась. И за 5 минут до конца приготовления добавим изюм. За 5 минут до конца приготовления добавляем изюм. Видите, у меня изюм продолговатый. После приготовления даем граноле полностью остыть. После чего выкладываем на йогурт. Если вы не хотите такой насыщенный цвет гранолы, вы можете уменьшить время выпечки. И на вторую половину добавляем ваши любимые фрукты. У меня бананы, киви и груша. И наша гранола готова. И следующий наш вариант завтрака простейший, но настоящий французский омлет. Для этого нам понадобятся яйца, соль, перец, прованские травы и пармезан, либо любой другой твердый сыр. Перемешиваем яйца, но в пышную пену их превращать не нужно. Добавляем соль, перец, прованские травы по вкусу. Перемешиваем. На средней мощности, у меня 6 из 10, разогреваем сковородку, но не очень сильно. Лучше не догреть, чем перегреть. И хорошенько смазываем ее сливочным маслом. Выливаем в сковородку перемешанные яйца. И ждем, пока дно схватится. После того, как дно схватилось, верхушка еще влажная, присыпаем омлет сыром. И начинаем его вот таким образом заворачивать. С одной стороны ничего сложного нет, но тут очень важно словить момент. Так, чтобы дно не пережарилось и не схватилось корочкой, но при этом, чтобы и не была слишком жидкая верхушка. Кстати, после того, как вы омлет завернули, внутри яйца еще доготавливаются. Выкладываем омлет на тарелку. Я нарезала авокадо, болгарский перец и помидорки черри. Присыпаю прованскими травами. И помидорки и перец сбрызгиваю оливковым маслом. Украшаю микрозеленью. И все готово. Французский омлет из трех яиц готов. Ну и завершающей идеей для завтрака у нас будут панкейки. Для этого нам понадобится мука, разрыхлитель, молоко, яйца, сахар и растительное масло без запаха. В тарелке перемешиваем яйца с сахаром. Добавляем молоко и растительное масло. Перемешиваем. Объединяем муку с разрыхлителем. Отправляем к яйцам. И тесто для панкейков готово. Жарим панкейки на хорошо разогретой сковроде с антипригарным покрытием, но без масла. Как только панкейки схватились и сверху запузырились, переворачиваем. И как только поджарились с другой стороны, снимаем с плиты. Таким же образом готовим все остальные панкейки. Смотрите, какие они красивые. И один поджаренный. Давайте разломаем и посмотрим внутри. Вот такие они внутри. Я вам покажу три варианта презентации панкейков. Кладем панкейк на тарелку, смазываем сливочным сыром, выкладываем бананы. Сверху кладем следующий панкейк, смазываем сливочным сыром и выкладываем киви. И точно таким же образом выкладываем еще 4-5 панкейков по вашему желанию. Во втором варианте панкейки можно нарезать квадратиками. Отправить в глубокую тарелку, полить медом, либо арахисовой пастой, либо йогуртом. Присыпать кокосовой стружкой и миндальными лепестками. Ну и в третьем варианте я просто сложила панкейки один на один башенкой, рядом нарезала фрукты и полила растопленным шоколадом. И наши шикарные панкейки также готовы. Ну вот мы с вами и приготовили 7 классных, вкусных, здоровых и быстрых завтраков. Пишите в комментариях, какой завтрак вам понравился больше всего. И также напишите, понравился ли вам такой формат видео. Если да, я с удовольствием сниму для вас еще одну подборку классных идей для завтраков на целую неделю. Также не забывайте, что все ингредиенты и их количество указаны в описании под видео. А под ингредиентами вы можете найти тайм-коды. Нажав на тайм-код с названием нужного вам завтрака, вы пересмотрите конкретно этот кусочек видео. И вам для этого не понадобится пересматривать целое видео. Так что обязательно пользуйтесь тайм-кодами, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И до скорых встреч!